Ну что ж, Ария Рома и маленькие люди, если покушать, эта серия обещает быть очень интересной и увлекательной. Что ж, започтитесь вкусняшками и приятного аппетита. Как мы помним, в прошлый раз мы запустили ракету на ОМОНУ, но это все обернулось не очень хорошо из-за того, что у нас просто банально не хватает двигателей для того, чтобы запускать большие ракеты в космос. Поэтому я решил потратить немножко очков науки, которые у нас есть, для того, чтобы изучить некоторые движки. И будем строить вторую часть нашего аппарата, который нам позволит вывести научный мод вот эту большую дурень на орбиту Муны. Непосредственно для того, чтобы уже на орбите Муны пристыковать ее к тому аппарату, который мы верили на орбиту, и увеличить объем науки, который у нас там есть. Я не буду загадать велосипед, в принципе, нам нужно вывести не так уж и много. По факту нам нужна лишь вот такая вот часть вместе с этой. Ну и еще пару монотоплива и солнечной панели, поэтому это все, что нам нужно. Примерно вот такая вот ракетка у нас получается. Я очень сильно надеюсь, что всего нам этого добра хватит, чтобы вывести ее на требуемую орбиту вокруг Муны. Я решила не травмировать вашу психику и не стала показывать неудачные запуски ракеты. А их у этого рукожопика и без моей помощи было немало. Принцип полета беспилотного зонда на орбиту Муны был показан ранее, так что смысла повторяться я не вижу. Так, в принципе, такая орбита меня устроит. Замечательно, от перигели у нас составляет 300 тысяч. Мы отстегиваем нашу, эту ступень. Замечательно. Теперь мы летим в наш перигелий, делаем орбиту еще меньше. Все, в принципе, меня, мой я орбита устраивает полностью. Все, замечательно. Так, мы сохраняемся, потому что мы вывели на орбиту наш космический корабль. Переключаемся на Муну-1. Устанавливаем цель, да. Переключаемся на Муну-1. Устанавливаем цель на Муну-2 с Муной-1. И надо как-то придумать, как застыковаться. Вот эту штуку нам нужно отделить. Мы сейчас выйдем из керба этого. Нужно сначала подняться, скинуть эту штуку вниз, так, чтобы она ничего у нас не сломала. Замечательно. Пробуем выйти на минимальную орбиту. А там уже посмотрим, что будет. Да, замечательно. Мы вышли на, хоть не требуемую, но, в принципе, на орбиту. Все замечательно. Теперь мы включаем автопилот по сближению космических аппаратов. Я очень надеюсь, что нам хватит всего в плане топлива. То есть у нас осталось всего 200 ДельТВ. А еще учитывая этот факт, что у нас нету РСС, просто, в принципе, что у нас он закончился весь, это становится еще интересней. В сближении и последующей стыковке нет ничего сверхъестественного. Нужно знать, что делать. А лучше все эти действия доверить мне, как искусственному интеллекту. Ведь тут нужны точные расчеты и точные действия. Наконец-то я могу увидеть этот летающий аппарат, который находится всего нескольких километров от нас. Если кому нужен подробный гайд по всему этому делу, мой биологический кусок мяса может все подробно рассказать и показать. Уже в нескольких метрах. И главное сейчас погасить скорость в 17 километров в час. Все, 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 все. Надо повернуться к нему относительно. Потому что сейчас придется стыковаться станцией к летающему аппарату. Так, уставлю мы сюда, задаем цель. Замечательно. Теперь докинг автопилот и энджи автопилот. Иначе сейчас главная задача состыковаться непосредственно. Все, есть стыковка. Замечательно. Да, есть небольшой шатун. Это связано с особенностями кирболспейспроганна, но от этого никуда не деться. Я должен буду заняться перекачкой топлива именно в этот бак, потому что он практически пустой. И два бака, я думаю, его должны дополнить. Чтобы этот модуль смог улететь отсюда. Все, замечательно. Мы перекачали все топливо необходимое нам. Мы тобой отсюда выходим. Главное не сломай ничего, постарайся. Беремся. Теперь мы должны снова сюда переключиться и выйти уже инженером. Пока инженер особо нам не нужен. Я думал, что открутить, может быть, сделать корабль легче, но пока, я думаю, в этом особой необходимости нет. Беремся и входим. Теперь переключаемся снова на нашего ученого и входим в наш научный модуль. Замечательно. Открываем наши все солнечные панели. Теперь я их закрывал только потому, что наши инвалидушки могут их сломать случайно. Мы еще раз сохраняемся и смотрим. Вот у нас контейнер, в котором все данные. И загружаем их в научную лабораторию. 95. Кто не понял, сейчас два ученых находятся в изучающем модуле. Один, который прилетел вместе с инженером. Все замечательно. И начинаем мы исследование. А второй, который был на поверхности Муны. Это нужно для того, чтобы уменьшить время на разработку науки. Нам придется поднять немножко наш перигелий. Мы, в принципе, и условия такой расход событий. И теперь мы ждем, когда наша научная станция заполнится всей наукой. Хотя, в принципе, чтобы так долго не ждать, нам хватает Дельта В, чтобы поднять нашу станцию еще повыше. Я серьезно не понимаю, почему он не дает мне убрать точку. Камон. Будешь знать, как перебивать меня. Ты, блядь... Алеш! Спасибо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Блядь, ты что творишь? Почему опять, в очередной раз, все идет по-блядски пизде? Снова! Он просто прилетает маневр. Береги листу 10, там меня в принципе устраивает такая орбита И теперь мы точно ждем, когда наша наука сможет наполниться Наконец-то, я очень долго ждал Теперь мы на солнечной стороне И можем передавать все очки науки, которые у нас накопили за столь долгое время На это тоже нужно время, как ни странно И... Давайте перейдем Все, мы передали 500 очков науки И таким образом нам нужно ждать еще долго Потому что, посмотреть все, все данные И в контейнере еще много Куча буквально данных, которые у нас еще не собраны И это, короче, это очень будет долго Я не буду вас томить И... Легче будет перейти сразу к сути Но это будет уже не сейчас, потому что... Не диковлом